Всем привет! Меня зовут Ангелина Тимми. Сегодня мы с вами протестируем, как нам обещает интернет, лучшую маску для лица на летний период. И самое главное, она состоит всего лишь из двух ингредиентов. И летом их очень часто можно найти на нашей кухне. Короче, все будет очень бюджетно, очень просто, очень классно. Если прочитать, что обещает нам эта маска, честно, я была в шоке. Я даже сейчас вам прочитаю, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело. И знаете, реально, как будто бы можно и молодой кожи, и возрастной, да, и реально любой. Просто хочу вам сказать перед началом вообще всего, что, конечно, если у вас супер-мега возрастная кожа, поверьте мне, ничего вам там, знаете, сильно так уж не поможет. Вы просто можете подержать вашу кожу, делать ее немножечко лучше, да, потому что все, что вам обещает интернет, что вы уберете все морщины, что вы уберете все, это очень и очень. Почему еще? Интересно посмотреть мне на результат. Данная маска обещает, знаете, выровнять цвет том кожи, да, убрать какие-то пигментные пятна, веснушки. Я, в принципе, люблю свои веснушки. Иногда мне просто интересно, да, я их как бы убираю, закрываю, иногда как бы так. Но интересно посмотреть, уберет ли веснушечки или нет. Давайте я вам прочитаю, что же нам обещают. Значит, смотрите. Клубника содержит... Да, я не сказала, ну как так? Всего лишь два ингредиента. Первое это клубника, второе это мед. Как вы понимаете, летом клубника по очень у нас хорошей стоимости, грех не воспользоваться. И поэтому предлагаю вам не только использовать его внутрь, но и... Значит, читаем. Клубника содержит большое количество витамина С, который улучшает и выравнивает цвет лица. Понятно. Зернышки клубники являются природным скрабирующим веществом. Я не очень вообще сама по себе за скраб. Любой. Я считаю, что лучше и бережнее это у нас пилинг. В состав клубники входят антиоксиданты, защищают кожу от воздействия в свободных... Кстати, ну от старения, но это уже такое себе. И очень много информации о том, почему еще именно летом стоит ее у нас использовать. Потому что якобы во время того, как мы вообще гуляем, улетаем на моря или куда-то, ну короче, очень много солнца на наше лицо, то якобы клубника нам помогает немножечко наше лицо успокоить, да, немножечко более так бережно переживать все эти солнечные моменты. А это очень и очень полезно. Вы знаете, что я за использование СПФ. Я за то, чтобы оберегать наше лицо. Значит, в клубнике ускоряет восстановление клеток кожи, препятствия разрушения коллагена. Также неплохо защищает от ультрафиолетовых лучей и предотвращает появление весну же примененных пятен. Клубники, которые, короче, здесь просто мои хорошие. Мы должны с вами это протестировать. Значит, смотрите, что у меня здесь. Здесь у меня две клубнички. Скорее всего, одну вовнутрь, другую так. И мед. У меня домашний мед. Клубничка тоже как бы домашняя, надеюсь. И вы такую найдете, конечно, всегда, когда вы смотрите, используете такие... Заюль, потише. Какие-то, да, домашние моментики, рецептики лучше всего, если это будет домашняя продукция. Но в любом случае можно попробовать и так. И здесь у меня вот такой вот мед. Я его немножечко растопила на бане. И мисочка. Нет у меня кисточки. Кстати, я заказала с Жума специальную кисточку для нанесения масок. Не знаю, почему я это вообще не сделала пораньше. Но у меня есть такая. Я ее не использовала, но она очень маленькая. Но уже посмотрим, как лучше использовать. Пишут, что лучше использовать лежа, потому что, понятное дело, маска может протечь где-то. Но я уже буду в таких условиях. Значит, что нам надо? Буду вам показывать так. Конечно же, нам нужна клубничка. Она уже, например, в нашем городе по очень хорошей стоимости. Я возьму одну, потому что, когда я последний раз готовила маску, я снимала, посмотрите, обязательно из киви, то ты вроде бы ставишь мало, но все равно это очень много. Вы понимаете, да, что нам на наличка нужно совсем мало. Поэтому я возьму одну клубничку и начну ее жамкать. Оп, оп, поехали. Ручками. Скажите мне, вы вообще делаете какие-то домашние масочки? Я лично могу сказать, что я ленюсь их делать. У меня есть, да, то, что мне нравится. Из покупных, да, прям очень-очень-очень. Но все же, вот иногда ради интереса я тестирую. Тем более, вот, например, да, сейчас сезон клубники. Почему бы и нет, если, допустим, это нам все поможет. Видите, мы должны сделать с вами такую вот кашицу. Так. Ну, будем честны, когда мы делаем домашние маски, там консистенция получается не сверх-мега-идеальная. Но все же, я думаю, достаточно. И добавляем одну ложечку медика. Посмотрим, что из этого выйдет. Я искала различные, эти, как называется, Ангелиночка, рецепты. Да, искала. Начинаем перемешивать. Видите, что у меня здесь. Очень много всего есть, да, отдельно для жирной кожи, отдельно еще. Это самый базовый рецепт. Буду честна, я медик довольно-таки часто использовала на лицо. Еще хочу вам сказать. Девочки, если у вас, ну, реально, видите, масочка получается жидкая, поэтому и говорят, что нужно наносить ее лежа. Но, ой, какой аромат. Это вообще даже и кушать можно. Но это уже не в этом видео. Если у вас какие-то сильные проблемы, какие-то сильные акне, девочки, лучше проконсультируйтесь с вашим дерматологом, косметологом, да, да, ну, такое. Тем более, клубника вообще считается довольно-таки аллергенным вообще продуктом, да. Такая у нас ягода с характером. Смотрите, получилось вообще не... Такая вот, да, я так скажем, забыла, но не забывала слова. Ну, короче, давайте я попробую начну вот так сделать. С носиком. О, понятно. Ничего страшного, мы не такое с вами проходили, знаете. Запомнили мое лицо как можем до. И будем обсуждать и делать. Это самая неудобная кисточка, которая только может быть. Но ничего страшного. Это лучше, чем я сейчас буду рукой. Еще раз расскажу вам. Посмотрите мое видео, где я делала масочку с киви. Да, ну, киви у нас что, и летом, и зимой можно. А все-таки клубника зимой очень дорогая. И поэтому... Знаете, на что похоже на заординари кровавый пилинг? Так, угу. Будем наносить долго, но ничего страшного. Но ничего страшного. Конечно же, стоимость данной масочки, она сверх-сверх-мега выгодная. Потому что, как я вам сказала, да, сейчас в летний период клубничка у нас дешевая. И мед, я думаю, у многих дома просто есть. Поэтому должно быть нормально. Так, вот так. Не сильно заходим на глаза. Ну, вы понимаете, да, что если вы лежа это сделаете, все будет быстрее, лучше. Или как минимум с хорошей кисточкой. Но я же вам должна показать, да, и обсудить с вами. Вообще, как я уже и говорила, я начинаю больше задумываться о своем лице, вернее, о коже. Да, потому что, как, ну, знаете, до этого у меня всегда, да, был какой-то крем, да, дневной, ночной, мне было все равно. Либо я покупала, либо мне дарили, я его использовала. Ну, реально, у меня нет каких-то сильных проблем на лице. Иногда, когда выходят какие-то прыщи, это вполне, в принципе, у нас нормально, да. И косметологи мне говорили, что у меня лицо хорошее. То есть, я так, да, делала какие-то масочки самые обычные. Уже где-то к 23 я начала уже смотреть больше на какие-то профессиональные маски, на какие-то такие, знаете, какой-то такой крем уже. Ну, тоже так себе. Хочу вам сказать, что, конечно, нет какого-то идеального секрета, но все-таки, как говорят косметологи, после 25 лет у нас уже кожа не молодеет, да. То есть, мы знаем, что до 25 лет там, нет, опять же, знаете, есть девочки, у кого по 17 лет такие проблемы с кожей, что тем, кто мы сейчас 40, они такого даже не... Я уверена, вы знаете, что это либо вы, либо течет. Видите, как течет? Ну, ничего страшного, я и здесь нанесу. Поэтому, да, у меня, ну, в этом году мне будет 25, и я уже хочу, знаете, более осознанно подойти к уходу. Потому что, потому что надо, да, если все-таки в теме с волосами у меня довольно-таки много опыта, по крайней мере, я думаю, вся бюджетная, почти что косметика уходовая, я вообще была в моей жизни. Так течет, я буду вот так делать. Еще я видела, знаете, что это более удобно, если вы не хотите вот так вот возиться, это вы должны нарезать клубничку, знаете, дольками и наличика ваше. Ну, это уже немножко другой формат. Я, кстати, специально делаю свою вот эту вот пижамку с пандами. Воу-воу! Так, ой! Аромат приятный, клубничка, медик, вопросов, да, нету. Так, я буду держать около 15-20 минут, да. Я думаю, 10 нет смысла, все-таки это домашняя маска. Ей нужно немножечко больше разойтись, разойтись, показать все, что она может. Да, выгляди, знаете, как. Кстати, у Ким, кто не знает, я обожаю Ким и фигуру, и в принципе, да, немножечко так слежу за ее жизнью, то у нее вот была знаменитая фотография в соцсетях, где она делала, ну, есть там процедура у косметологов, где свою же кровь, там, ну, короче, на лицо туда-сюда, и вот эта вот фотография у нее такая же, только больше крови, только это не клубника, а кровь. Еще хочу сказать возрастным женщинам, что я прям смотрю, знаете, ну, как, не могу сказать, что прям домашние вот эти вот все маски любят больше возрастные женщины, но все-таки, читая комментарии, как будто бы да, я хочу вам сказать, если вы смотрите данный видосик мой, да, что вам нужно использовать и профессиональную косметику, да, который вам подходит, который вы понимаете, что вот все супер хорошо, также вы можете побаловать, да, свою кожу и домашними масками, допустим, да, почему нет, не сделай такую, ну, не помешают же, да, если у вас нет, опять же, каких-то открытых ран, каких-то проблем на коже, я считаю, только в плюс, но не верьте реально интернету, что просто там какие-то глубокие морщины уберет, где еще что-то, да, это все-таки девочки мои хорошие, нет, также нужно ухаживать за шеей, вот я не ухаживаю за шеей, да, ну, как не ухаживаю, я про нее забываю, не так много времени уделяю, хотя в этом году я хочу сказать, что я, в отличие от предыдущего, такая молодец девчуля, я больше начала ухаживать за своим лицом, мне ведет в плане того, что у меня непроблемное лицо, в отличие от волос, то есть без каких-то, да, спреев для роста или еще, короче, нужно ухаживать и за длиной, да, и делать так, чтобы волосы больше росли, а не один сантиметр в месяц, приходится очень много, да, в них вкладывать, что-то делать, с кожей у меня все получше, но также нужно не забывать ухаживать, хочу сразу сказать, что если вы думаете, что вы будете сверх мега классно ухаживать, и вы будете всегда очень молодой и красивой, то нет, очень много у нас играет генетика, да, это реально просто, ну, сто раз говорила, есть девочки, которые моют просто самым дешевым шампунем, у них красивые густые волосы, а есть у кого, да, вот такая длина, и там просто и профшампуни, и профкосметика, и салоны, и стилисты, все там, и все равно очень и очень тяжело, поэтому, да, нужно понимать, и я очень вижу часто, вот все равно смотрю уже сама YouTube различных девушек, где у них там красивые какие-то волосы, так, у меня уже все течет по мне, красивые длинные волосы, да, и вот они рассказывают, вот, допустим, достаточно одной маски или там еще чего-то, и у вас будет классная, хорошая кожа, да, это я могу сказать вам, ну, вот, достаточно иметь самую обычную масочку для лица, и у вас не будет прыщей, не будет ничего, да, но понятно, что у меня по, ну, так скажем, генетически кожа лица, она нормальная, хорошая, да, но я это я, а у вас другое, то же самое я могу смотреть на девушек, у которых сами по себе растут классные, блестящие, ровные волосы, да, и думать, что мне нужно, ну, короче, я это все говорю к тому, что вы должны всегда включать свою голову и понимать, что вы это вы, я это я, хорошая поговорка, неправда ли, и адекватно к всему относиться, я не, я не отрицаю, что домашние маски могут быть полезными, конечно, конечно, они сложнее, нужно готовить, нужно, вот, вы видите, да, все течет, сейчас бы я сделала аравию, все, минуточку, и жду себе вообще, а это, видите, течет, нужно это, конечно, больше каких-то проблем, да, но, как бы как, я, кстати, когда растопила мед на водяной бане, еще сегодня хочу сделать для тела себе тоже процедурку с медом, потому что у меня много домашнего меда, и надо, надо сделать, я давно ничего такого не делала, видите, я обновляю, скажете, почему, потому что стекает все-таки мед, да, и кисточка неудобная, и мед стекает, потому что довольно-таки жидкий, я не хотела добавлять какую-то отдельно густую маску, либо что-то еще, чтобы реально посмотреть, что даст эта маска, да, полностью, считайте, из домашних ингрид, держимся за юрьем, из домашних ингредиентов, поэтому, и я не люблю в масочке для лица добавлять еще, очень много в рецепте есть, типа, лимонный сок, лимон, не знаю, мне кажется, да, лимон может осветлить кожу, но, как будто, мне кажется, это не самое вау для моей кожи, поэтому, поэтому так. Так, кстати, самое знаменитое видео на моем YouTube-канале, это видео, где я сижу на балконе, кажется, даже в этой вот пижамке, и делаю домашнюю маску, или не делаю, или рассказываю, что-то такое, короче, из имбиря, вроде бы для роста волос, кажется мне. Также посмотрите, лайкните этот видос, да, он показывается на данный момент, самый знаменитый на моем канале, также прошу вас поставить лайк на это видео, если вы любите домашние маски, а если вы не любите домашние маски, вы пишите в комментариях, я не люблю домашние маски, потому что, да, ну реально, такое может быть, все нормально, я, например, никогда не спорю, если к мне придет какая-то девушка, я скажу, фу, домашние маски, это нехорошо, не классно, я всегда говорю, мы все разные, у всех разные предпочтения, кому что. Значит, смотрите, девочки, я оставлю еще свою масочку на минут 10, смою и покажу вам, что у нас получилось, рекомендую я вам или нет, у меня такой, кстати, видончик, да, очень интересный, но ради красоты они через такое проходили. Все, возвращаюсь к маме и говорю свой результат. Девочки, оцениваем мое лицо. Если честно, я в приятном шоке, у меня даже, смотрите, напишите, вы видите результат? Вам тоже кажется, да, вам тоже кажется, что у меня стало намного-намного-намного лучше выглядеть кожа благодаря этой масочке? Посмотрите, насколько реально осветлилось все. Насколько реально, как будто бы веснушек стало меньше, если вам это реально нужно, да, ну, это, наверное, нужно тем, у кого есть пигментные пятна, да, там, после родов, либо вообще, в принципе, ну, если честно, я просто реально приятно удивлена, мне нравится. Это очень замороченная процедура. Смотрите здесь, видите, я все испачкала, поэтому, но у меня не было другого выхода, я знала, я же не могла здесь была, да, голой перед вами туда-сюда. Но, значит, смотрите, мои советы. Во-первых, я надеюсь, что у вас нет никаких открытых ран, ничего, никакой проблемы с кожей, да, потому что это уже другой формат, это уже косметологу, это никакие не клубнички, киви и так далее. Во-вторых, вы должны делать эту процедуру так, ну, короче, понимать, что она может, да, все, как бы протечь туда-сюда, например, в ванной, да, до душа, ну, чтобы не было, так скажем, вот этих вот всех моментов. Одной клубнички сверх мега достаточно, даже можете поставить пол клубнички, пол чайной ложки меда, этого будет вот так. Из основных еще моментов, эту масочку нельзя держать в холодильнике, использовали сразу, выкинули в следующий раз, да, что-то новое. Я считаю, на лето, когда вообще просто, сколько вообще по стоимости это выйдет, я не знаю, это очень мало, вот я купилась в эти клубнику, да, покушать, я ее и, и, ну, просто со всех сторон, она хотела быть красивой, как могла. Я считаю, результат есть, и очень даже хороший. Я считаю, 300 раз она считала, я думаю, нужно и домашнюю маску делать, да, и профессиональную. В принципе, я всегда придерживалась таких вот концепций, поэтому, допустим, один раз делали домашнюю маску, два-три раза, следующие делаете проф. Один раз такой, один раз такой, как мне кажется, это очень хорошо, прям очень отбелило кожу. Посмотрите, что на лбу, что вот здесь. Кожа нормальная, хорошая, не плюс, не минус. Я, кстати, вот последнее видео на канале, если хотите, посмотрите, по поводу вот этой вот корейской маски от Хани, медовой, кстати. У него такая же консистенция, да, ну, прям реально вот медовая корейская маска, и мне вообще не понравилось. То есть, ну, какое-то вообще лейтовое, еле-еле как-то. А здесь, например, этот результат, ну, хотя бы видно, да, что осветлило кожу, там, ну, вы понимаете, в чем я. Так что, вот видите, как? Покажу вам поближе. Видно, видно. Все, мне это нравится, я считаю, для домашней маски за такую стоимость, это просто вау. Если вам понравилось, вы можете написать мне в комментариях. Если вы пробовали, вы также... Три-ты-ты-ты-ты-ты-ты. С вас подписка на мой канал, с меня рецепт, который я вам уже рассказала. Поэтому я довольна, я думала, что мне понравится, но здесь реально хорошо. Посмотрите, вот. Ну, реально отбелила кожу просто, почему бы и нет. На этом все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok